19 августа Русская Православная Церковь вспоминает о таинственном преображении, которое описано в Евангелии, о преображении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник этот установлен в память славного преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор для показания им своего божественного величия и подкрепления их веры по случаю приближавшихся его страданий. Спаситель наш, сказав апостолам, что ему следует в Иерусалиме пострадать и умереть за спасение наше, прежде страдания взял с собой трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – и возвел их на высокую гору, где перед ними преобразился, и лицо его просветлилось, как солнце, ризы его были белыми, как свет. Тут явились им в славе два пророка – Моисей и Илья, беседовавшие с Господом. Затем послышался глаз из облака, возглашавший о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он поучает нас словом Своим и наставляет на спасительный путь. Своим преображением Господь показал апостолам, что внутри Он есть Бог, хотя и покрылся смиренным образом человека, стал видимым, как человек, подобный прочим людям. До этого апостолы видели Его славу от Его чудесных дел, а на этот раз увидели славу своими глазами в сиянии и в свете, которые покрывал Иисуса. Своим преображением Господь показал, что знает о предстоящих страданиях и по своей воле пойдет на них, какими бы они ни были. И подвигает Его на это любовь и милосердие к людям, которые погибают в беззакониях и грехах, но страдая за них и покаявшись, придя к вере, получают спасение. Апостолы также увидели не только спасителя в Его славе, но и явившихся пророков, причастников той славы. Отсюда понятно, что и в вечной жизни слава святых будет подобна славе Христовой. В христианстве преображение символизирует три единства Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, а также единства в Иисусе Христе божественной и человеческой сущностей. Дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня чествуем действительно особый праздник, поскольку сегодня мы видим, как Господь на горе Фабория показал свою небесную славу, к которой все мы с вами должны стремиться. Но это зависит от того, насколько мы будем с вами соблюдать те законы заповеди, которые Он установил. Мы только тогда, хотя мы многое просим у Бога, Господи, помилуй, подай Господи, но мало работает над преображением своей души, над очищением души. А ведь в этом и состоит главная цель и назначение нашей веры. Ибо Господь Сам сказал, будьте святы, потому что Я свят есть, не будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершен есть. И вот в этом и состоит нас с вами земное состояние, чтобы мы преображались, чтобы были лучше. Я думаю, что если мы к этому будем стремиться, Господь не сомненно нам с вами в этом поможет. Аминь. 19 августа православные называют еще и Яблочным спасом. Это один из трех спасов, праздников, которые отмечаются в августе и символизируют окончание лета и приближение осени. Название Яблочный спас связано с Успенским постом, который приходится на вторую половину августа. Успенский пост длится две недели и по строгости не уступает Великому посту. Но переносится Успенский пост гораздо легче, ведь уже поспел новый урожай фруктов и овощей, которые украшают постный стол. А главный фрукт, которым богата Россия, это яблоки, новый урожай которых принято освящать в церкви. Поэтому праздник и называют Яблочный спас. В народе отмечают три спаса. Первый – это медовый спас, с которого начинается Успенский пост. Отмечается он 14 августа. Второй – Яблочный спас, праздник преображения Господня, который приходится на 19 августа. И третий спас, который также называют ореховым или хлебным, отмечается 29 августа, сразу после праздника Успения Богородицы и окончания Успенского поста. На Яблочный спас главным угощением, конечно, были яблоки. Их ели во всех видах, пекли с ними постные пироги и блины, запекали, варили варенье и компоты. Также в это время устраивались яблочные ярмарки, на которых яблоки продавали целыми вазами. Также яблоками одаривали бедняков и тех, у кого не было своих садов. В этот день также было принято устраивать гуляние, а девушки гадали насуженного. Традиция освящать на Яблочный спас яблоки и другие фрукты и угощать родных и друзей яблочными пирогами сохраняется и сегодня. В Буйских храмах в этот праздник освященными яблоками одаривали всех прихожан. По погоде на Яблочный спас судили о наступающей осени и будущей зиме. Сухой Яблочный спас предвещает сухую осень, мокрый, дождливую, а если ясно и жарко, жди суровую зиму. В народе бытовали такие поговорки – пришел второй спас, бери рукавицы про запас. Или второй спас – шубоприпас. Каков второй спас, таков и покров, то есть праздник покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября.